Всем привет, кто будет смотреть этот эфир в записи. Сегодня тема «Как побороть страх перемен». Я знаю, что это адски сложно. Я проходила это на собственном опыте. И сегодня у меня в гостях будет коуч и маркетолог в одном лице Александр Пиджи. Я сейчас его жду, когда он подключится. Привет! Ты сегодня вещаешь из дома, не из своего прекрасного офиса с видом. Мне тут очень хорошо с вентилятором. Расскажи сначала всем, кто ты и как ты сам себя определяешь. Вопрос, который, видимо, мне нужно прорабатывать со своим терапевтом. Кто я? Я человек. В какие-то моменты мне кажется, что я человечище. Знакомое чувство. Да, да. Я точно человек, который живет с желанием помогать другим людям. И это в свое время и толкнуло меня, помимо маркетинговой моей деятельности, туда вот в сторону коучинга, в сторону каких-то вспомогательных профессий. У меня еще сильно до этого, до того, как я вообще попал в рекламу, всегда очень интересовала тема, связанная с психологией. Я, правда, понятия не имел ничего об этом. Мой максимум был, это что-то полистал из Фрейда и, возможно, вроде бы как частично прочитал Эрика Берна про игры и людей, которые в них играют. И это был максимум. И буквально в начале того года я прям очень сильно занырнул в личностное развитие и уже оттуда не вынырнул на протяжении года. Практикую в качестве коуча, помогаю другим людям двигаться к их целям, задачам эффективнее, чем они бы самостоятельно этим занимались. Я так понимаю, у тебя это две параллельные истории или как-то ты же продолжаешь оставаться в маркетинге? Да, да. Ты коучишь своих клиентов, когда вы там решаете какие-то креативные вопросы? Слушай, ну это очень разные деятельности, они действительно параллельные, в них при этом очень много всего пересекающегося. И там приобретенные коучинговые навыки, они мне точно помогают чуть-чуть держать контракт, договоренности, лучше просто коммуницировать, выстраивать эту коммуникацию и так далее. Ну то есть это точно позитивно повлияло на основную деятельность. Но баланс, он все равно продолжает оставаться в том смысле, что там выдерживать баланс 80-20 у меня получается. У меня 80% это моя основная занятость в качестве специалиста по маркетингу, в качестве руководителя агентства. А оставшиеся 20% это история, связанная с коучингом, с помощью другим людям, с сопровождением их к их целям, задачам. И из-за того, что первые клиенты, они в любом случае откуда-то из твоего окружения возникают, конечно, там происходит какое-то смешение ролей, когда люди понимают, что вроде как вот мы тут общались по маркетингу, а теперь у тебя абсолютно другая тема. Но это вызов, который нужно брать, вот я его беру, мне кажется, достаточно успешно. Это основная работа, то, на чем ты концентрируешься, что у тебя написано в шапке профиля Инстаграма, то, что ты работаешь с цикливостью. То есть изначально ты сам в себе это проработал. Я так понимаю, что пойти в новое направление, ну это тоже определенный страх. Да, он точно есть, и это то, что в коучинге называется резистанс, то есть точка сопротивления. Это абсолютно естественные защитные природные механизмы, которые в любом новом виде деятельности, нам же хорошо там, где мы уже сейчас есть, и даже кажется, как будто вселенная начинает сопротивляться твоему движению куда-то в сторону задачи. Именно поэтому, например, очень часто не получается туда двигаться. Где-то на полпути ты остановишься и так далее. Но у меня таким образом сложились обстоятельства, что жизнь меня достаточно напугала для того, чтобы в целом понять, что уже бояться особо нечего. И мне кажется, что тумблер перещелкнулся в тот момент, когда я, пусть даже и в тандеме, но прыгнул с 4000 метров с парашютом. Вот в этот момент, когда я уже летел навстречу Земле в свободном падении, я понял, что, ну, как будто бы теперь уже бояться нечего. Все остальное как-то существенно меньше меня пугает. По твоим ощущениям, вот этот инсайт, он теряет со временем какую-то силу? Надо повторять это, напоминать себе. Для этого достаточно заказать видеозапись этого прыжка и в трудные моменты времени смотреть, что, ну, вообще-то, вот это то, на что ты решился и решился успешно. Ну, да, это точно инсайт, который нужно подсвежать. Так, я сообщение, я сообщение. Мне конкретно свойственно, короче, притуплять это ощущение. И это навык быстро с ним соединяться какими-то способами. Ну, то есть там какие-то напоминалки, стикеры, экран смартфона, который тебе напоминает о каком-то твоем состоянии, о каком-то твоем решении, о каком-то твоем действии, о твоей цели, в конце концов. Вот, это работает. Я представляю себе, что, ну, вот, часть аудитории твоя, которые знают наверняка уже, кто такой коуч, часть людей, и я с этим сталкивалась в реальности, они вообще не знают, что это. Кто это? Что это за человек? Чем он отличается от психолога? Зачем он нужен? Почему 21 век принес нам столько много новых профессий, которые вроде как бы о чем-то там нам рассказывают, в чем-то помогают, но как бы они из воздуха. Давай мы развеем какие-то мифы и, в принципе, не знаю, даже у кого-то белые пятна просто уберем и расскажем, кто такой коуч, зачем он нужен. Вот интересно. Мне тут кажется, что, может быть, даже тех зрителей, которые сейчас нас смотрят, вам привет большой, может быть, попробуйте, расскажите что-то, что вы думаете о том, кто такой коуч. Вот любые вообще самые мерзотные комментарии, они сейчас принимаются, любые самые ненавистные догадки к этой профессии, они принимаются. Для меня коуч это человек, который создает условия для того, чтобы его там клиент, его коучи, это называется, двигался к своей цели и дошел до нее, в конце концов. То есть это изначально слово, которое пошло от тележки, от того, что это что-то, что перевозит тебя из точки А в точку Б. Какое-то устройство, какой-то функционал, какое-то вспомогательное средство. Потом этот термин перетек в спорт и это то, что называется тренер. То есть человек, у которого есть какая-то экспертиза, и он с разных сторон способствует движению спортсмена, он не выполняет за него какое-то суперупражнение, он не выполняет за него там какой-то шаг на разряд очередной, но он создает условия для того, чтобы человек это сделал. В общем, человек, который берет за руку и повел. Не то, чтобы берет за руку. Как бы вот сказать, там есть очень важный момент этих взаимоотношений – партнерство. А в партнерстве могут только взяться за руки и идти. То есть это не будет, он, коуч никогда не тянет. Коуч договаривается о том, что здесь моя работа, здесь твоя работа. И только вот в этом общем векторе взаимодействия, ну как и собственно в терапии, только там задачи другие, можно двигаться. Потому что терапевт может хоть обстучаться своей экспертизой с разных сторон. У меня в качестве коуча есть какое-то количество профессиональных инструментов, которые позволяют структурировать диалог, структурировать мышление, структурировать ход беседы, ход сессии для того, чтобы направить клиента в те точки, в которые ему не свойственно думать по его привычной жизни для решения его задачи. И во время таких сессий обычно мы ищем какие-то новые пути, каким образом можно туда двигаться. Либо корректируем существующее, либо просто вспоминаем, что вообще-то нам туда надо. Либо исследуем точку, где мы сейчас находимся, и почему нам в ней может быть хорошо и не хочется из нее никуда двигаться. И делаем так, что нужно поменять, чтобы двигаться захотелось. Вот в чем состоит работа. А инструментарий, он прям очень обширный, которому можно внутри сессии все это делать. Кому нужен коуч? В первую очередь, скажу так, здоровым людям. Я знаю истории психологов, терапевтов, которые приходят в коучинг, потому что я прям слышал такой запрос, я не понимаю, как мне работать со здоровыми людьми, которым просто куда-то нужно идти. То есть коучинг – это для людей, которые вполне себе здоровы, вполне себе ресурсные, готовы куда-то двигаться, у которых есть цель, которым просто нужен партнер, который поможет им туда двигаться эффективнее, быстрее, четче, более верными шагами, совершить меньше ошибок по пути, не останавливаться. Ну я так, подожди, сейчас я упираюсь тогда в некий тупик с вопросом. Ну как? Когда к тебе приходит человек, начинает что-то рассказывать, вот он хочет, чтобы ты ему помог, ты как-то отмечаешь до себя, он здоров или нет? Вот если у человека явные проблемы, ты им отказываешь? Я прошел дополнительное обучение, пускай такое достаточно эпизодическое, интенсив, по поводу патологической психологии. И если действительно я вижу, что проблемы на уровне патопсихологии, я должен предложить клиенту терапевтическую помощь. И сказать, что здесь действительно то, что я вижу, очень похоже на какие-то вот такие паттерны. Есть идея о том, что это, наверное, лучше обсудить с терапевтом. И у меня был такой случай, когда один из клиентов действительно отправился на какое-то количество времени в терапию, прорабатывать какую-то задачу, которая не позволяет ему двигаться вперед. Вот. Это, ну, есть такая ситуация, и здесь действительно это будет мешать движению. Это будет мешать движению в большинстве случаев. А профессии? Вот кому это нужно? Цели есть у всех. Они есть очень разные. Другой момент, что по-хорошему серьезные коучи, они не могут быть, как и в большинстве профессий, просто взагали по-загалям, вот во все стороны специалистами по всем запросам. Есть разные школы коучинга, и по идее есть там достаточно нейтральные коучи, которые вот, ну, там, могут работать с любой тематикой, но вот достаточно там нейтральные позиции, просто создавая вот эти условия. Школа, которая ложится в основу вот моей деятельности, она все-таки опирается на экспертизу человека, который пришел, ну, заниматься коучингом. Я понимаю, что я в любом случае маркетолог, я понимаю, что я предприниматель, я понимаю, что окружают меня примерно эти же люди, и приходят ко мне примерно эти же люди с этими запросами. Кому-то, может быть, нужно масштабироваться, кому-то, может быть, нужно уйти изнаемо и запустить что-то свое, кому-то хочется запустить свой курс, кому-то хочется, ну, перестать заниматься той деятельностью, которой он сейчас занимается и его кормит, а заняться тем, что действительно его будоражит, вдохновляет, и нужно продумать, каким образом экологично и, ну, там, четко выйти на то, чтобы это и создавало те удовольствия, и при этом не завалило твой доход, а еще лучше приумножило. Вот, 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 по моему опыту тех клиентов, с которыми я работаю, в основной массе это какие-то такие запросы. Это и предприниматели, и специалисты. В основном это задачи, которые касаются достижения каких-то, ну, там, целей вот этих связанных, там, с масштабированием, с новым направлением, с запуском чего-то своего. Ну, ты сейчас назвал это запросами, и прям, ну, конкретно, вот, чего они хотят. Но при этом мы же понимаем, что там стоят страхи у всех у них, так? Это могут быть страхи, это могут быть убеждения, да, это могут быть какие-то установки. Есть они, да, да-да-да. И с какими страхами вот они приходят? Как это сформулировано? На чем зацеплена их голова? Ты знаешь, есть, ну, если там опираться, например, на контент того же Тони Робинса, у него есть достаточно интересная система базовых потребностей, которые человеку нужно реализовывать. в определенности, в том, что у него завтра будет, что есть крыша над головой, еще что-то. И первый страх, который у человека возникает, что этого не будет. Вне определенности потребность, это когда человеку просто становится скучно в его рутине. Он не получает ничего, ему хочется что-то резко изменить, там, сменить обстановку, сменить сферу деятельности, добавить в жизнь каких-то новых эмоций. Есть потребность в отношениях, во взаимосвязях, когда ему просто нужно чувствовать себя нужным другому человеку и реализовывать эту нужность. Есть потребность в значимости, которая вот у меня очень прямо вот сейчас реализовывается. Я очень доволен этому. Ну, то есть, важно понимать, что ты в какой-то нише признан социумом, и есть аналогичный страх, что, ну, там, синдром самозванца, вот эта вот вся история, что ты недостаточный. Хуже, Ваня, привет, хуже, когда не хочется ничего менять. С этим тоже, ну, можно и нужно работать. Не хочется ничего менять. Это та самая точка сопротивления, когда, ну, там, действительно есть какое-то количество страхов, что от изменений может стать еще хуже. Вот. Когда закрыты вот эти базовые четыре потребности, дальше уже начинается потребность в росте и развитии, когда мы не можем без этого, это наша базовая потребность. И есть страх аналогичный, что, а я не буду развиваться, а что, если я вот здесь замер, я не развиваюсь, не двигаюсь? Что, если так будет всегда? Ну, и совсем высокого порядка потребность – это, ну, шея, то есть это делиться. Это когда люди не запускают какой-то, например, курс, или там не делятся какими-то знаниями, потому что хотят закрыть значимость, хотят создать большую определенность в финансах, а которые просто, ну, называется, мозг жмет изнутри знаниями, и он понимает, что это нужно куда-то кому-то отдать. Он хочет быть вкладом в других людей. И это тоже потребность, которую нужно реализовывать. Я даже сталкивался с интересной штукой о том, что есть такие люди, которым это все не нужно, а они просто, типа, берут и делают, и меняют, а все остальные, ну, они просто вот, типа, ну, тормозят слабаки. Ну, что, типа, знаешь, как хорошему товару реклама не нужна, и такая же история, типа, хорошему человеку коуч не нужен. Сталкивался и с таким. На самом деле, за спинами огромного количества тех лидеров, огромных компаний, акции которых сейчас так бодро продаются в Тинькох инвестициях, стоят, ну, коучи. У Google, у Apple, у огромного количества компаний, ну, это достаточно развитый рынок, когда у человека есть партнер, который помогает ему принимать верные движения и двигаться более четкими правильными шагами. Много-много лет. Ты сейчас очень круто это продал. Я уже подумала, надо себе обязательно внести в список, завести себе коуча. Даже не пытался, если честно, просто отвечал на вопрос, кто такой коуч? Ну, ты же просто мастер, и в том числе по, ух, эффективным текстам. А, ой, да, 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 спасибо. Мы со всем этим разобрались, там, бояться, не бояться. Что нужно делать, чтобы все-таки откидывать, проходить вот эту вот точку, когда тебе реально страшно. Даже если у тебя нет сейчас возможности работать с коучем, ну, двигаться надо. Ты знаешь, я здесь, наверное, могу поделиться, ну, своим опытом в достаточно критичных ситуациях, к чему я приходил, ну, скажем так, эмпирическим путем, что не позволило мне в достаточно, ну, там, грустных событиях сходить с ума, ну, продолжать как-то двигаться. Первое, что мне помогало, я простраивал самый худший возможный вариант сценария. Ну, то есть создание вот этой ясности, когда тебе очень страшно, нужно попробовать, ну, я себе сам задавал вопрос. Окей, что самое страшное может случиться? Самое страшное всегда – это то, что, ну, как бы ты закончишь свою жизнь. Все, отправишься в другой мир. Это самое страшное, что может случиться. Если это не произошло и в объективной, ну, в обозримом будущем не происходит, уже становится легче. Дальше вот от этой точки, там, рисуем, что еще. Я, не знаю, потеряю деньги, работу, признание, все свое окружение, людей. Ну, все. Ну, как бы в этой точке можно жить. И когда ты себе простраиваешь самый худший сценарий того, что будет, если ты, ну, сейчас вот в этой точке находишься, и это происходит, любое отхождение хотя бы на маленький градус от этого в плюс уже делает тебя счастливым. Мне очень нравится приводить пример. Я очень, ну, я достаточно продолжительное время проработал и не кейщиком, чинил компьютеры, чинил локальные сети, вот этим занимался. И чем мне нравилась эта деятельность, ты приходишь к человеку, а у него просто, ну, черный экран, ничего не работает. Машина не запускается, нажимаешь кнопку, лампочка не загорается. Ты начинаешь потихонечку в ситуации разбираться. Вот все, это самое худшее, что может случиться. Оно не запускается вообще. И когда ты начинаешь анализировать, ну, там, поэтапно, ага, там, не знаю, материнка, оперативка, что там еще, видеокарта может быть, переставили, так далее, ну, не углубляясь в детали. В какой-то момент ты что-то делаешь, ого, и ты нажимаешь на кнопку, а у тебя уже лампочка просто загорелась. Да, на экран еще картинка не идет, но лампочка загорелась, и клиент уже счастлив. Господи, говорит, как хорошо. Он запускается, какое счастье. А потом ты говоришь, ага, здесь еще вот видеокарта проблема, там неправильно что-то было подсоединено. Ты перемыкаешь какой-нибудь контакт, и оно, оп, еще и картинка побежала. Еще Windows не запускается, или там Mac OS не запускается. Побежали просто какие-то символы, и он где-то завис. Но, о господи, уже идет картинка на экране. Какое счастье. Вот, и как бы любое движение от этой точки вперед, оно дарит большую радость. Когда у тебя есть самый плохой сценарий нарисованный, и он не случается. Но ты его видишь, ты готов к нему, ты смирился с ним. Что вот в самом худшем случае случилось это. Это помогает начинать двигаться, наверное, а не замирать. Но вообще, что происходит с человеком в страхе? Сейчас же очень много говорят про так называемый... Что-нибудь слышала про рептильный мозг, про вот это вот? Да, конечно. Вот. Что у нас есть там три базовые реакции. Мы можем убегать, мы можем... Нападать. Нападать, и мы можем замирать. То есть, прикидываться веточнее. Это базовые рептильные реакции, которые позволили человечеству выжить. И когда человеку страшно, логичным образом у него случаются вот эти три реакции. Он либо... Когда он чувствует, что он больше, чем его жертва, он может идти в атаку, чтобы уничтожить, сожрать, съесть, ну, что-то такое. Ликвидировать эту опасность. Если он понимает, что то, что перед ним больше его, либо сильнее, либо еще что-то, он может убегать. Если он понимает, что он не может ни атаковать, ни убегать, его задача прикинуться веточью. Там упасть и начать издавать от себя невероятно омерзительный запах разложения, еще чего-то. Ну, сейчас могут прослеживаться какие-то параллели с жизнью. Это то, что происходит с человеком в страхе. И задача попробовать в этой ситуации от вот этих... Ну, у нас так устроен, типа, рептильный мозг, над ним лимбическая система, где всякие наши желания, потребности и так далее. И над этим всем уже неокортекс, который говорит о том, что миссия, ценности, задачи, цели, вот это вот, оно не работает в стрессе. И для того, чтобы уходить из этого состояния, иногда нужно, ну, искусственно себя туда поднимать. Соединяться со своей задачей и целью. Вообще, ради чего ты этим занимаешься? Ради чего, ну, там, в самом худшем случае, ради чего ты живешь? Когда ты себе уже, не знаю, там, пистолет в рот вставил и задумался одну, как бы, а есть же что-то, зачем, ну, почему ты до сих пор не нажал на курок? Ну, есть, наверное. Вот, и природу страха ее преодолеть можно только хорошо раскачанным мышлением. Пластичным, хорошим знанием себя, хорошим знанием себя как личности, там, как своей идентичности. Пониманием того, что, да, ты можешь ошибаться. При признанием этого, что, да, ты там можешь ошибиться. Заранее себя за это простить. И двигаться. Ну, как-то так. Это то, что, ну, там, какой-то базис того, что я понимаю из, там, не очень пока что большой экспертизы того, чем я занимаюсь. И, ну, каких-то своих личных догадок и, ну, там, экспериментов того, что мне помогает двигаться. Когда мне страшно. Иногда, когда мне страшно, мне, может быть, проще даже, ладно, хрен с ним, закрываешь глаза и, там, нажимаешь кнопку «Отправить сообщение» и еще что-то. Ну, то есть, там же вот буквально маленькое какое-то вот это движение нужно сделать. А дальше поезд начинает набирать обороты. Ну, если так вот у тебя просто звучало, для чего ты живешь, и прикидутся ветоши. Я просто смотрю на то, что у нас происходит в стране. Даже мы сейчас не будем касаться политики, там, еще чего-то. А, в принципе, вот образ жизни основной массы россиян, ну, такой, они как ветош. Вот можешь как-то глубоко в этом покопаться? Почему так происходит? Это какая-то национальная черта или что? Это менталитет у нас такой. Нас с детства как-то не так воспитывали. Советское прошлое, может, на нас влияло так. Ну, коучам один процент, наверное, идет. Это может еще меньше. И думает о том, для чего я живу не так много людей. Ну, вообще обращается в сторону каких-то продуктов, связанных с личностным развитием. Специалистов, связанных с личностным развитием. Я не хочу отвечать на какой-то глобальный вопрос, как это в России две беды, дороги и дураки. Но то, к чему я пришел в процессе своих каких-то размышлений, это то, что, смотри, исторически получается так, что нас точно качают физически. У нас есть какое-то количество обязательных физических культур, программ для того, чтобы человек, ну, как бы, умел шевелить собственным телом. Мы там, ну, как бы, есть. А государство вкладывает в нас, там, в школе, то, чтобы мы физически как-то развивались. Государство вкладывает ресурс в то, чтобы мы в каком-то базовом объеме развивались, ну, интеллектуально. У нас был какой-то объем знаний, эродированности, каких-то навыков для того, чтобы выполнять функции. Но тот пласт, который абсолютно отсутствует у нас в развитии, это личностное развитие. Никто не учит, ну, если это не какая-то супер прокаченная семья, где, ну, там, есть какая-то специальная экспертиза, где люди умеют этим разговаривать, этим делиться, передавать эти знания. Никто не будет заниматься с тобой экзистенциальными вопросами, кто ты, как тебе понять, кто ты, куда тебе двигаться, ну, как-то, там, исследовать себя, как правильно куда-то, как, не знаю, там, ставить цели и так далее. Это же, ну, буквально только в последнее время потихоньку. Да у нас еще, там, позавчера, грубо говоря, если ты кому-то сообщал о том, что у тебя есть терапевт, и ты ходишь к нему, ну, там, заниматься своей психикой, на тебя смотрели как на душевно больного. Сейчас уже, слава богу, этот тренд, я все больше вокруг себя слышу, что люди, там, открытие вот этого года терапия, многих, кстати, подтолкнула та же пандемия в то, что этим нужно заниматься, в целом нужно заниматься какими-то такими штуками. У нас просто нет этого. Это раз. Во-вторых, очень много отношений между людьми, они построены на иерархии исторически. И причем, ну, как бы, это достаточно уютная позиция, что там наверху все решат, что, ну, как бы, внешний мир настолько, вот там, какие-то внешние события настолько влияют на тебя, что, о, Господи, там, здесь вышел такой закон, такой закон, у нас тут что-то происходит. Но человеку свойственно тратить невероятное количество энергии на то, на что он вообще повлиять не может. Это самые ресурсы, емкая энергия, емкая деятельность. Сидеть и переживать по поводу каких-то, там, решений, постановлений, закручивающихся, типа, гаек, там, еще чего-то. А проще всего в этот момент вспомнить о том, что ты просто, ну, какой-то биологический организм. У тебя есть руки, они умеют шевелиться. У тебя есть ноги, они умеют ходить. У тебя есть рот, он умеет издавать какие-то звуки, складывающиеся в слова, и это может каким-то образом тебя прокормить. И спускаясь вот на самые такие базовые штуки, это то, за что я точно могу отвечать. Я могу отвечать за свои собственные действия, за свое собственное тело, за свое состояние. Я не могу отвечать точно за состояние людей, которые, там, утверждают те или иные законы. Вот, я могу просто, ну, там, понять, что такие правила игры, я не могу на это повлиять. Я не могу повлиять, ну, в моменте у меня нет ресурса для того, чтобы, там, взять, изменить законодательство, еще что-то. Если я очень хочу, то, значит, мне нужно заниматься, там, наращиванием этого ресурса, какого-то социального капитала, какого-то, пусть даже финансового капитала, своих, ну, там, каких-то ресурсов выстраивать в какую-то систему, если мне это нужно. Но в текущей точке я точно на это не повлияю. А у нас огромное количество переживаний, я вижу, у людей вокруг по поводу, ну, до всей той же политики. А как это влияет на непосредственно мою жизнь? На мою жизнь, ну, вот, если так просто примерно прикинуть, что влияет? Ну, есть обязательные платежи, которые я как предприниматель или как замазанятый должен отдать государству, государство мне, ну, там, должно предоставить, ну, какое-то количество своих услуг. Вот и все наши взаимоотношения. Все остальное я делаю сам. Вот. И на мою жизнь, принципиально, ну, я вот вижу, искренне радуюсь, когда я вижу, что налоги, которые я отдал, потратили куда-то в правильное место. Что у нас внезапно, вот, в парке рядом открылась какая-то точка, где можно бесплатно полностью продиагностировать свое здоровье. Ну, ничего себе, как интересно. Да это очень круто. Что-то происходит, что-то двигается. И что я могу повлиять на это? Ну, я могу платить налоги, зарабатывать больше, платить больше налогов. Ну, не знаю. Это то, на что я влияю. Ничего абсолютно. Государство точно, ну, я не знаю, в каких случаях государство может помешать тебе зарабатывать больше. Не вижу причин. Не вижу причин, в каких случаях государство может запретить тебе перемещаться вокруг. Ну, там, понятно, когда происходит ситуация, когда, ну, этим обусловлено какое-то общее благо, чтобы там меньше распространялась какая-то инфекция, еще чего-то, можно. Но, опять же, это правила игры. Мне кажется, что я отношусь к государству, если уж про то говорить, как к партнеру. Ну, в партнерстве. Я выполняю свою часть работы, оно выполняет свою часть работы. Если мне не нравится, как оно выполняет свою часть работы, ну, это можно обсудить теми ресурсами, которые доступны. Вот. И такое отношение, оно позволяет, ну, не искать причины своего недвижения извне. Ты разбираешься, что, оказывается, ну, руки-ноги на месте. Говорить можешь, можешь куда-то двигаться. Можешь договориться с Лизой провести прямой эфир. Возможно, кто-то, кто сейчас это смотрит, понимает, что, ага, вот, как здорово. Может быть, мне попробовать с этим перцем поговорить о каком-то своем движении. Может, подписаться на него. Ребят, очень чуть-чуть не хватает до косаря. Буквально там 8 человек. Проходите, подписывайтесь. Прям очень жду. Мне прям 8 человек надо. Очень надеюсь на сегодняшний эфир. Кажется, куда-то, может быть, даже мы в сторону от изначального вопроса улетели. Почему в стране, ну, там есть вот такое состояние замерзших людей, ну, потому что это очень удобно находить извне причины, на которые ты точно не можешь повлиять, вкладывать туда невероятное количество энергии и, ну, как бы обусловливать этим то, что ты не двигаешься. Ну, это удобно. Ну, а как ты думаешь, вот если в школах ведут, возможно, когда-то ведут уроки личностного роста, это может как-то сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки? Мне кажется, да. Когда я начал углубляться вот в этот пласт знаний, я открыл для себя такую интересную штуку, что это не какие-то навыки, это не какие-то прикладные инструменты. Ну, они там тоже есть, но в любом случае это какое-то такое протознание, что ли, знаешь, какое-то, которое помогает, универсальное даже в каком-то смысле знание, которое помогает тебе разобраться в любой конкретной жизненной ситуации. Потому что это все базируется, ну, на том, что люди тысячелетиями просто это биологические объекты, которые создают какую-то материю, общаются друг с другом для того, чтобы создать более крутую материю, может быть, создать что-то нематериальное. Ну, то есть это все равно про коммуникации. Про коммуникации и про физические действия. И если ты понимаешь, как вот на этом уровне быть эффективным, в целом уже не важно, где, в какой деятельности ты трудишься, чем ты занимаешься. Вот такого рода знание, оно точно может позволить тебе быть эффективнее в любом абсолютно направлении, которое ты дальше для себя, ну, принимаешь. Когда ты точно осознаешь себя как личность, когда ты взрослый как личность, выросший, когда у тебя нет, либо там проработан, ну, нет, не бывает, когда у тебя проработаны какие-то твои там травмы, которые не позволяют тебе двигаться, когда у тебя перекрыты все там твои базовые потребности, когда ты понимаешь, что тебе не нужно каждый день доказывать какими-то действиями то, что ты значим, просто по факту своего рождения. Все, вот ты есть, ты личность, ты уже, ну, как бы значим, потому что, ну, по какой-то причине ты же сюда появился. Когда у тебя вот этот базис знаний закрыт, тебе легче двигаться дальше. И нет огромного количества ошибок, которые ты мог бы совершить, просто не обладая этим пластом знаний. Это точно должно помогать, если эти знания будут передаваться. Есть какие-то вопросы, которые стоит себе задать, вот как можно раньше, ну, чтобы не закисать в болоте, чтобы вот не прикидываться ветошью, которые запустят механизм изменений. Что вокруг меня прямо сейчас? Что я конкретно делаю сейчас изо дня в день? Что я в целом умею делать лучше всего? Что для меня важно вот в этой деятельности? Почему я это делаю? Какие у меня, ну, там, убеждения, ценности, что-то такое? Кто я в момент, когда я занимаюсь там этой деятельностью? И ради чего еще, или ради кого еще я вообще этим занимаюсь? И вот эти вопросы до бесконечности, вверх-вниз, можно себе задавать. А что я получаю от этого, не стоит задавать? Конечно. Это пласт, это пласт, когда ты понимаешь вообще, а ради чего ты туда поднялся, ты туда можешь уже уходить в сторону каких-то эффектов от этой деятельности. Ну, то есть, если тебе нужно разобраться, где ты сейчас, это вот эти вопросы. Если тебе нужно разобраться, куда тебе надо, и надо ли тебе туда, ты можешь спросить себя действительно, а вот что я сейчас по-настоящему хочу больше всего? А вот если бы оно у меня сейчас уже было, то что бы изменилось вокруг меня? И кто еще выиграет от того, что у меня это будет, и будут все вот эти эффекты? Ну, какие-то такие вопросы. И ключевая задача, она в том, чтобы там, в будущем, ценность перевесила текущее положение дел и преодолела вот это сопротивление здесь вот в этой точке. Какое самое главное открытие ты сделал для себя за время, вот когда ты пошел в коучинг, когда стал работать с людьми реальными? Ну, во-первых, люди могут гораздо больше, чем сами о себе думают. Это точно. Для меня даже до сих пор это, ну, в каком-то приятном и удивительном смысле, ну, я каждый раз, правда, удивляюсь и даже где-то не думаю, ничего себе, оказывается, это работает. Оказывается, ну, есть что-то, что позволяет просто поговорить с человеком, и за счет этого он благодарен тебе, и он двигается, и он достигает чего-то. это, ну, это правда удивительно, это это бьет туда в самую важную потребность, которая есть у человека, это быть вкладом в других. Вот быть вкладом в других это невероятное удовольствие. Это круче всего, что, наверное, есть. Это точно круче самого невероятного оргазма, самого крутого наркотика, быть вкладом в другого человека, когда он ты тебе даже не нужно иной раз от него спасибо. Неплохо бы, конечно, но это скорее прозначимость. А ты просто делаешь это, потому что не можешь по-другому. Вот я понял для себя, что я не могу по-другому. Можешь про кого-нибудь крутого, для кого ты был вкладом в него рассказать? Есть у нас такой инструмент, как этический кодекс. Не переступай. Сейчас очень важно не нарушать его положение. Да блин, ну практически каждый раз, когда ты видишь, что в результате проделанной работы у человека растет выручка, открываются новые филиалы его бизнеса. Вот, Ванечка говорит, для меня. Да, это действительно один из самых крутых людей, в которые приятно быть вкладом. Когда ты в целом видишь результат своей работы, пусть даже какой-то там микрошаг. Это круто. Давай на засыпку три самые крутые книги по саморазвитию, которые ты можешь порекомендовать. Для предпринимателя точно нужно прочитать четырехчасовая рабочая неделя 4-hour workweek, но она в нашем переводе чуть более коряво называется, Тимоти Ферриса. Очень люблю Тимоти Ферриса. Есть Джен Синсера, и у нее есть книжка, которая в оригинале называется You are a badass. У нас ее выпускали под несколькими названиями. Самое популярное это Нисы. Может быть видела ее. Нисы. Вот ее очень-очень рекомендую. Из последнего правда могу, но это скорее про финансовую грамотность, но там тоже очень сильно про переосознание себя как личности. Это этот Киосаки Победный папа, бедный папа. Просто это такие книжки, которые все про них знают, ну, про большинство из этих книжек все знают, но если ты начинаешь копаться, в моем окружении это люди, которые прочитали первые десять страниц, ну, максимум там треть, а потом не дочитали и не дочитают никогда. А что их остановило? Внешние обстоятельства? У нас же вечно нет времени что-то доделать до конца. У меня еще есть пара вопросов к тебе, лично уже как к человеку. Я перелистала твой инстаграм, а еще я послушала твой подкаст ЖМЖ. Мне очень интересно, эта история будет продолжаться, потому что ну, очень круто. Я не знаю. Сейчас я нахожусь в той точке, когда скорее нет. Почему? Это оно может продолжаться, но возможно в другом формате и под другим названием. Более того, буквально накануне мы это обсуждали с одним человеком и возможно это я в подкастинг точно хочу вернуться в каком-то формате. Я понимаю, что одному мне будет это делать скучно, мне точно нужны кто-то, с кем я могу это обсуждать. Превращаться в интервьюера мне неинтересно. Мне интересно именно в таком формате, как это было в ЖМЖ, но для этого нужно какое-то партнерство. Я думаю, что в каком-то формате это будет, в формате ЖМЖ не уверен. Понятно. Будем ждать. И еще такой вопрос. В прошлом году ты себя назвал обратным миллионером с избыточным весом. Да. Как обстоят дела? Избыточного веса меньше и я все ближе к тому, чтобы назвать себя нолем. Ну, короче, эта цифра уже точно не семизначная. Сильно не семизначная. Да. И это та точка и та школа, благодаря которой я, наверное, и занимаюсь тем, чем занимаюсь. И если бы в какой-то момент я прямо капитально зассал в этой точке, там были моменты, когда очень хотел зассать, и были моменты, когда я даже ссал, вот, но были моменты, когда ты это преодолеваешь и начинаешь двигаться. Очень страшно. Нет людей, которым не страшно, просто кто-то в этой ситуации двигается, кто-то нет. Кто-то двигается, но позже, могу так сказать. Кто-то не успевает начать двигаться. Я очень хотел начать двигаться максимально быстро. И там, учитывая свой темп, точно есть еще над чем поработать в обоих направлениях, но я сильно дальше от той точки, которую ты назвала. Круто. Давай мы на этой суперпозитивной ноте, вдохновляющей и мотивирующей, тогда будем заканчивать. Просто, вот как ты и обещал, будет огнище. Я считаю, это удалось. Для меня это прям было очень полезно. Спасибо. Мне тоже очень понравилось. Я помню, что под каким-то из твоих постов я, когда впервые увидел какой-то кусочек, может быть, своего YouTube-канала и так далее, я вообще не предполагал о том, что у тебя такая классная, ну я не знаю даже как назвать это, медийная компетенция. Ну то есть ты очень крутой интервьюер, это точно. И и у тебя так органично это получается, что прям, ну завидую, страшно. Потому что мне такого рода роли любые съемки, любые вот эти штуки, они прям даются, к сожалению, внутренней работой. Я думаю, что у тебя тоже, наверное, есть какие-то такие штуки, но снаружи это выглядит очень органично. Прикольно. Спасибо тебе. Я чуть-чуть раскрою секрет, это просто годы тренировки. Я помню, когда я первый раз пришла на ТВ, это было очень страшно. И я очень боялась записывать первый стендап, меня колотило просто невероятно. Но это было давно, поэтому чем больше делаешь одни и те же телодвижения, тем менее страшно. Да. Именно. Ну то есть как в том анекдоте про глаза боятся, а руки делают, сказал, ну, собственно, анонис, ставя перед собой фотографию крокодила. Это так и есть, да. Ну то есть просто регулярные ежедневные движения позволяют преодолеть страх. Спасибо. То есть на моей точке, где хочется закончить. Нет, просто мне очень хочется закончить вот на какой-то такой суперсильной точке, иначе мы будем без конца ее ставить. Да. Вот. Мне хочется, чтобы после всего этого люди пошли и начали задавать себе вопросы и что-то делать реально. Да, задавайте себе вопросы и делайте, дорогие зрители. Спасибо большое. Все. Пока. Пока.